Сухро Прасулов осторожно придерживает дверь автомобиля, из которого выходит его супруга Гульнара. На руках она нежно держит новорожденного Мухаммеда, пятого ребенка в семье. А в это время в квартире малыша уже ждут бабушка и старшие сестры. Встретить из роддома столицы молодую маму и младенца вызвался нефтекамский предприниматель, к которому с просьбой о помощи обратились волонтеры. К нам в волонтерский центр «Единая Россия» обратился житель нефтекамска, многодетный отец, за поддержкой, с просьбой поддержать их в такую сложную ситуацию. У них не было возможности выехать самостоятельно за матерью в Уфу. И мы нашли местного предпринимателя, который нам никогда не отказывает, с удовольствием согласился поддержать такую вот большую семью. Появление ребенка на свет всегда очень радостное событие, признается Максим Лукьянов. Выписка из роддома не оставила равнодушным и его. Мне нравится помогать людям, тем более нуждающимся, тем более многодетные. И волонтерский штаб от города Нефтекамска обратились с просьбой, и тут отказать просто невозможно. Я не мог равнодушно на это смотреть, было очень приятно вообще видеть это все. Человек действительно очень хороший, сам по себе глава семейства не курит, не пьет. Большая семья больших лопоты, говорят в народе. И у Расуловых забот немало. Несмотря на небольшой доход, глава семейства своими силами делает ремонт в квартире. Гульнара же занимается воспитанием детей. Девятилетней Дианы, шестилетней Алины, пятилетнего Ислама и малышки Айши, которой еще нет и трех лет. Уже 10 лет мы живем с женой. За 10 лет у нас дети. Квартиру получили по сертификату. До этого в богеде лежали. Волонтеры принесли многодетной семье продукты питания и игрушки. И пока в зале старшие изучали и распаковывали подарки, в соседней комнате на руках у бабушки мирно посапывал малыш Мухаммед. Мир не без добрых людей. Теперь это точно знают. Гульнара и Сухроп Расуловы. Зульфия Амирова, Азад Давлетшин, информационная программа «Время новостей». Субтитры создавал DimaTorzok